давайте перейдем непосредственно да и переведем наше внимание непосредственно гостю дмитрий здравствуйте хотелось бы да еще раз поздороваемся но сейчас мы уже здороваемся с вами собственно говоря в рамках мероприятия дмитрий расскажите немножко историю вашего канала создание его и как вы начинали археологии мне на канале нет отлично о чем вы говорите я ненавижу не антропологию не археологию у меня на канале есть парочка видосов которые касаются кайнозойской эры то есть дальше мил палеогеновой границы я на своем канале не двигался это раз и во-вторых очень часто когда касается дема моего тела тема моего канала вспоминают пара динозавров но проблема в том что все самые просматриваемые ролики у меня на канале не про динозавров зачастую даже не про мезозоиску эру но на самом деле просто потому что про динозавров изначально было достаточно просто делать ролики поэтому почему бы и нет но как вот я тут вот молодым людям говорил что проще на лучше на самом деле заниматься мета информации а не просто рассказывать про то какой у тернозавра там сильный укус дмитрий а поподробнее про мета информацию расскажите нам тоже ну да самом деле вот даже буквально можно смешать с тем как я со своим каналом то начинал где-то в начале семнадцатого года познакомился с блогером одним луни вот который притворяется что он из киева на самом деле он не из киева вот у него тогда тысяч 20 человек было сейчас он там историю медицины там пилит всякое такое вот весело устраивает веселые срачки со своими знакомыми блогерами в общем достаточно веселый чувак по-моему он тогда модератора в себе в группу вконтакте искал я тогда ничего собственно не делал вообще это еще не канала не было ни идеи как таковой просто модератором к нему по приколу устроился он такой говорит можешь контент какой-нибудь придумывать я может быть давай посты буду делать про какую-нибудь вымершую хрень начал делать тема это интересовало про как вы говорите само по себе хобби то у меня это с девяносто восьмого года интересуюсь то есть по сути наверное даже раньше получилось семья каким-то там естествознанием природоведением заинтересовался в девяносто восьмом году мне было когда мне эти первые энциклопедии подарили переводные американские от стива паркера мне еще семь лет было то есть это жесть вообще они тогда там по 400 рублей стоили но это примерно как сейчас тысяч по 6 по 8 то есть жирно жирно у людей авансы были по 400 рублей зарплатные я так понимаю вы читали их запоем да да но потом это все поехало что называется где-то лет в 13 я перечитал всю детскую библиотеку меня выкинули во взрослую но это ненадолго помогло на самом деле потому что библиотеки это ад и израиль во всем виде потому что там ни черта нету так вот соответственно товарищ луни заметил что мои маленькие постики у него во вконтакте набирают лайки говорит попробуй делать видосы но собственно где-то в конце 17 года я по приколу про тиранозаврика и сделал такой кринш видос на самом деле что не монтировать ни черта не умел я и сейчас не умею если честно это и не нужно потому что на ю тубе главное не картинка главное я не стас васильев который там сидит и короче наяривает на каждый пиксель главное чтобы у тебя было о чем рассказать вот и соответственно у тебя был нормальный микрофон в которой ты это рассказываешь а на твою картинку никто не смотрит потому что youtube никто не смотрит youtube все слушают собственно все подкасты сидят слушают в основном конечно в этом плане от сша отстали лет на пять но как бы догоняем понемножку подкасты у нас тоже стали популярными ну и как посмотреть там не знаю на асафьева того же самого который там по четыре часа документалки делает принципе логично уже становится что какой формат на ю тубе сейчас больше хайпует а это же не за этому дима селезнев с канала ds astro он там по четыре часа про лукбека ролики делает как бы нормально три месяца ролик делаешь и потом этот ролик у тебя безостановочно в течение нескольких месяцев взлетает по просмотрам как бы это гораздо лучше чем ты будешь там не знаю 10 коротких видосов делать и постоянно каждую неделю запариваться чтобы не такого на канал то выпустить может кринж вот и не знаю что делать соответственно ситуация так как по складывалась смотрю шоу нас по палеонтологии на ю тубчик то есть пока меня родникова там нет знаете такие каналы типа там там не знаю адми например там такие такого типа канала которые принадлежат каким-нибудь там интернет порталом там сидят всякие начать соответственно рандом такие менеджеры специалисты по си о которые просто заказывают у рандомных опять же интернет сценаристов сценарии для ролика там типа вот я вот как говорил топ-10 там хищных динозавров мы на и на стриме кстати несколько таких роликов смотрели ха-ха ловили просто адовый по этой теме о чем потом скажу вам ну и смотрю что по сути весь youtube то такими топ роликами и забит что по сути из вымерших животных делают что-то такое на уровне танков из вартандера то есть когда рассказ про тиранозавра идет длина 11 8 метров высота там 4 и 1 метра в холке там масса восемь тонн восемь тысяч двести килограмм там символ сила укуса 5 6 тонн все такое прочее а чё это дает тебе вот ты знаешь что тиранозавра весит 8 тонн дальше то что дальше дальше вот это дает тебе его динамические характеристики ты знаешь такой скоростью он на месте разворачивался знаешь его длину шага к примеру не знаешь что тебе это даст ни черта не даст знаешь ты силу укуса что у него сила укуса 6 тонн а ты знаешь динамические характеристики его черепа где у него кинетизм где у него суставы встроенные в этом черепе потому что это диапсидный череп у него естественно есть кинетичные зоны это не синапсида у которого за кости все срастаются в одну систему и у нас только нижний челюстной сустав есть и по сути превращали до динозавров танчики из вартандеры ну я такой думаю ну раз никто ничего не рассказывает интересного и познавательного в рамках экологии вымерших животных и вообще вымерших сообществ в рамках мета информации то есть например вот буквально я делал два видоса где объяснял зачем нужны височные отверстия в черепе ни одного видео на ю тубе я такого но в русскоязычном не видел где рассказывали о добрался наконец-то товарищ динозавр ни одного видоса такого на ю тубе не видел где нормально бы объясняли в русскоязычном зачем нужны эти височные отверстия чего они дают почему там синапсида диапсиды, почему они так называются, что это дает этим животным и так далее. И начал просто свой канал ориентировать именно на эту всю мета-информацию, которую вообще никто особо не дает. Ну и на самом деле, будем честны, большинство людей, которые на YouTube приходят, ну опять же на уровне всех каналов, Адми, например, у них задача какая? И у них побольше контента выпустить, чтобы, соответственно, забить сетку рекомендаций у рандомных людей, которые особо не имеют широкой такой выборки подписок, собрать на этом просмотры, на просмотрах рекламы собрать деньги и все. То есть так система работала. Вот тут про меня говорят, что типа 250 тысяч подписчиков, это 5 лет, много, да ни черта. Как собрать 250 тысяч подписчиков за 5 лет? Правильный ответ ни хрена не делать. Тогда у тебя будет 250 тысяч. Если ты будешь занят чем-то серьезным, ты будешь заниматься развитием канала, у тебя будет больше, чем 250 тысяч подписчиков на YouTube. Ну в моем случае можно, конечно, оправдаться, что большинству людей эта вся палеонтология никак не интересна, потому что у большинства это что? Палеонтология это паркюрского периода, страшные вот эти вот ящерообразные динозавры. Видели бы они настоящего динозавра, они бы, наверное, очень сильно удивились. Вот, и что там еще такого? Ну, скучные косточки в музее. Вот это для них вся палеонтология. Как бы для большинства, для обывателя. И поэтому я еще на начальном этапе понимал, что, может, у меня и 250 тысяч подписчиков не будет на самом деле. Так что, на самом деле, да, вот когда меня тут спросили, вот опять же, молодые люди насчет того, что бы посоветовал, если кто-то YouTube начнет заниматься или каким-то таким редким, в редком жанре, относитесь к потенциально возможному провалу спокойно. Как к игре относиться, правильно? Ну да, по сути, то есть работать серьезно, но относиться как к хобби. То есть я очень часто видел людей, которые начинают там, например, даже буквально пусть, ешь с ним с YouTube, там, не знаю, стримами заниматься, например, закупают кучу света, закупают какие-то там карты захвата, покупают там Full HD камеры 60 FPS с захватом, все это покупают, там одна карта захвата может 30-ку стоит нормально, там. Это человек, который даже еще ОБС нормально не освоил, то есть буквально он даже не знает, откуда его скачать, но ему в интернете написали, он потратился 200 тысяч. И он как бы забывает, что вот этот стриминг, это, по сути, выжимание из себя всех соков. Потому что так кажется, что ты сидишь в игры, играешь, тебе весело. Кого-нибудь там Мэдисон под пивкой сидит, в Готику вторую играет. Потом, соответственно, кринж-посты у себя в телеге делает. Да ни черта подобного, Мэдисон вымирает там. Собственно, с тем же самым папичем и так далее, то же самое. Это работа. То есть как бы это просто кажется, что это весело, интересно на ютубочке нарезочке посмотреть, как он там рейдж квитит с Доты второй. И когда человек, который собирается, значит, собрался потратить кучу денег, садится за комп и понимает, что стрим – это вообще-то работа пятидневная для того, чтобы ты хотя бы хоть как-то через полгода в рекомендациях появился, у них происходит отвал всего. Хорошо. То есть если мы говорим не про закупку на несколько сотен тысяч оборудования, с чего вы начинали пять лет назад? Что у вас было за оборудование? Я купил петличку за 300 рублей. Класс. Пассивную петличку причем, без фантомного питания, без всего, просто пассивная петличка в ДНСе, на проспекте просвещения у нас в Питере. Я тогда жил вообще в комнате. То есть там комната была, наверное, по площади чуть больше, чем вот эта вот сцена. Ну и короче. Вот. За нее 11 тысяч рублей платил всего лишь. И у меня был комп на 775-м сокете, на чипсете G45, прошитая материнская плата под китайские Xeon X5450, чтобы сэкономить даже тут. Вот. То есть материнка за 1000 рублей, корпус с SFX с блоком питания, который я у саентологов угнал. В прямом смысле угнал у саентологов. Ну как бы я еврей, почему бы не обмануть саентологов? То есть мы друг друга стоя. Вот. И, соответственно, кулер за 50 рублей, боксовый обычный, на нем даже не было центральной пяточки медной, просто брусочек алюминия прессованного. И видеокарта GT 740, на которой Ведьмак в минималках в 720p меньше 30 кадров выдавал. Я прошел Ведьмак 3 на такой видеокарте. Вот. Собственно, что называется, есть такой мем, rate my setup. Вот мой setup полностью был, наверное, тысяч на 5 рублей. Ладно, хоть монитор был не квадратный, Full HD, но от этого ничуть не легче. Вот. Так что... Такой старт у вас был? Да, такой старт. И с этим компом я, на самом деле, достаточно долго просидел. Единственное, что потом изменилось, мне подписчик, там мой был первый стрим, по-моему, у меня было 5000 человек на канале тогда, первый стрим запилил, и мне к стриму, к этому, да, да, точно, вспомнил точно, подписчик к стриму задонатил, мне там, по-моему, тысячи две. Я купил себе Boye M1, это петличка, уже с фантомным питанием. То есть ее можно в звуковую карту вставить, компьютерную. То есть у меня не было, вот это вот я сейчас сижу, у меня микрофон конденсаторный стоит, там, с кардиоидой. Это все вот так. Подвешено на кронштейнах, идет все это в звуковую карту, в преамп, преамп подключается по USB, по фантомному питанию к компьютеру, комп за 400 тысяч стоит, два монитора, там каждый стоит, как игровой компьютер. Все, это да, там одна видеокарта, как Лада Калина стоит, а тогда, собственно, сидел и радовался тому, что есть. И прикол в том, что на таком железе вполне себе дожил до 27 тысяч подписчиков. Это в тот момент, когда меня Утопия шоу пропиарил по угару в 2019 или в конце 2018 года. Вот. Не то, чтобы это сильно помогло, но на стримах стало больше народа, и получилось постепенно прокачаться. Так что, да и на самом деле у всех блогеров так же. У тот же Луни, например, он до сих пор монтирует видосы на компе, у которого Феном 2 стоит. Это 2009 года комп, то есть это процессор, который даже не поддерживает AVX инструкции. Мне что-то прям князь с технокухни постоянно вспоминается, который где AVX инструкции, покажет кни. Вот у него до сих пор такой комп стоит 2009 года. Он на нем Long Dark до сих пор там, когда стримит, у него артефакты вылезают, потому что видяха просто одновременно с игрой и со стримом не справляется. А у чувака миллион подписчиков на канале. Так что не тратьтесь, наверное, в первую очередь. Вначале не тратьтесь, чтобы не было разочарования, правильно? То есть это как бы проблема-то в том, что я любитель просто поиграть в игры на максимальных настройках, поэтому у меня такой ядреный комп. Я что называю? Ну и мне полезно, что лучше потратить деньги на видяхи, чем на бургеры. Согласен. Вот. Так что так веселее. Отлично. Отлично. Дмитрий, ну вот лично для себя я какой вывод сделала? Начинать с петличным микрофоном можно в том случае, когда ты шести лет за поем читаешь книжки, и у тебя есть некая база знаний в голове, которые ты можешь поделиться. И здесь не важно, какой микрофон, а важно тот посыл информацию, которую ты говоришь. И, собственно говоря, мне кажется, тут дело как раз таки в вашей личности и в тех знаниях, с которыми, собственно говоря, вы стартовали. Ну, личность на самом деле создается в процессе роста канала. То есть вы не надеетесь, что вы такой весь из себя веселенький, там всех сразу заинтересуете. Как свой стиль вырабатывался? Да никак, я не знаю, просто оно сам по себе формируется, то есть в зависимости от того, что с тобой по жизни происходит. То есть проблема-то в том, что когда я начал, мне было, сколько мне лет-то было? Давно было. Мы минус пять сейчас, сейчас вычислим, сколько вам лет. Ну, наверное, где-то годиков 25-26 было, то есть, может, 27. Это вообще, когда вы начали свой YouTube-канал, да? Да, да, то есть это, как минимум, в Фитере я тогда уже жил. И как-то все вот эти вот приколы с личностями, они как-то сами в процессе формируются. То есть у меня нет такого, что я какой-то образ поддерживаю. То есть, в принципе, у меня сам по себе канал называется «Упоротый палеонтолог», потому что, ну, просто смысл в том, что не нужно относиться серьезно, потому что вот есть такая проблема на каналах, которые там все из себя считают такими научными, да? Какое нахрен научное? Ты на YouTube википедию пересказываешь, мараясь, вот, не выделывайся. Вот. Это большинство, это, знаете, как топлес такой, вот у себя там, например, запостит вот в Инстаграме, типа, захватил школу, но ничего, школу, мои видосы в университете в СПБГУ показывали, дальше что? Что я, что-то такого нигде не постил. То есть люди иногда слишком сильно гордятся тем, к чему они не имеют отношения. В том числе и вот этот весь, этот научпоп и так далее, да, вот это тоже место, над которым можно очень сильно поражать, потому что, ну, чаще всего это реально просто пересказывание Википедии, да. Пересказать тоже можно по-разному, Дмитрий. Возможно, да, потому что, как бы, отдельные факты, да, которые ты там преподносишь в видео, да, их надо как-то еще структурировано сложить, потому что, на самом деле, очень часто, вот даже вот тех же Висоусов, да, или Веритасиума, вот самых, вроде бы, больших каналов на Ютубе, мне главное преобладение в том, что они просто рандомный набор фактов тебе выдают для того, чтобы ты, соответственно, там, не знаю, куда-нибудь там на свидание приходишь, там, либо с девушкой, либо с парнем, в зависимости от того, какого предпочтения по гендерам и по этим, по ориентациям, соответственно, чтобы повыделываться фактами, все, черные дыры, белые дыры, там, сингулярность и так далее, а ты знаешь, что у супермассивных черных дыр не бывает спагетизации при переходе, там, через линию, это, как называется-то, господи, где перестает передаваться информация, не помню, как это называется, линия Шварцельда, по-моему, или как-то так, неважно, главное, чтобы выделываться, вот, и этими фактами будешь выделываться, но проблема в том, что большинство видосов на ютубе, они не дают структурных знаний, то есть, типа, не так уж много таких каналов есть, вот я вот буквально сегодня смотрел вот у знакомого канал Кузнецов Андрюха, космос просто, вот один из немногих людей, который вот просто берет, например, делает по теме глобального оледенения, то есть, это вот земля-снежок, кто знает, это вот времена криптозоя, где-то 750 миллионов лет назад, когда земля, скорее всего, полностью была покрыта льдом, ледником, то есть, он структурно все это вот сначала выдает сам тезис, потом сам же задает вопрос, который там задается определенными людьми при оспаривании этого тезиса, потом объясняет геологические факторы, которые указали ученым на это, палеомагнитные факторы, которые указали ученым на это, там, соответственно, датировочки тоже подтягивает, радио эти, изотопные, все это вместе компилирует, смешивает, в конце видоса выдает, соответственно, вывод. Такого на Ютубе сейчас мало. обычно тебе, вот как вот я вначале сказал, что у тираннозавров укус 6 тонн. То есть, все. Я, у меня есть выступление про поведение динозавров, как и обычно, трехчасовая лекция, по сути, у меня все выступления трехчасовые, кроме этого. Не волнуйтесь, может, кто-то уже креститься начнет. там просто есть два слайда. Один слайд про зубы, просто такой, разные зубы динозавров показаны. И следующий слайд про то, насколько широко тираннозавр, аллозавр и эрликозавр открывали пасти свои. И как моделируется при этом растяжение их челюстных мышц. Вот эти два слайда я рассказываю 40 минут. А в презентации всего 55 слайдов. Потому что два слайда просто про зубы и про открывание пасти гораздо важнее оказывается, чем просто то, что ты рассказал, что ну да, сила укуса высокая. Потому что важнее это то, как распределяется нагрузка в черепе, какая форма зубов, какая нагрузка на этих зубов выдерживается, строение этих зубов. Ну и вообще, откуда люди взяли, что у тираннозавра такая сила укуса, тоже нужно рассказать. Вот. И там потом это все вместе собираешь, что математическая сила сухого укуса, которая посчитана модельно, форма зубов, распределение нагрузок в черепе благодаря сопромату, там, соответственно, там, что еще там было-то, какие мышцы, как они закрывают, как они, соответственно, с какой скоростью, то есть была ли статическая нагрузка, динамическая нагрузка, как она распределяется при укусе. И в конце ты такой говоришь, а вот теперь мы благодаря этим данным не просто можем сказать, что у него был сильный укус, а как он этот укус применял, и потом перейти, соответственно, к костям его жертв и посмотреть следы его укусов и подтверждение своим предположениям поднять, да, вот как вот случай Аллазавра, да, это вот, что называется, как Диана Гурцкая, вижу цель, не вижу препятствий. Пасть открывает и летит просто в ногу Диплодоку. Это вроде как предположение, интересное и веселое, но этому есть ряд доказательств, которые анатомически прослеживаются и на Диплодоках, и на Аллазавре, и на особенностях строения его костей. Так что, если хотите получить дружное коммунити у себя на Ютубчике, к примеру, ну, наверное, все-таки стоит озаботиться вот такой мета-информацией. А то я тут слышу, что хотят взращивать популяризаторов. Это, конечно, хорошо, но вот популяризация нужно, скорее всего, в наше время, по крайней мере, чтобы как-то выделиться, надо подходить уже вот в таком ключе. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, хотелось бы перейти к вопросам из зала, и если есть ребята, которые тоже хотят развивать, может быть, свой Ютуб-канал, или просто заинтересовали сегодняшнюю тему. У нас сегодня гость необычайно харизматичный, своим стилем общения, и, в принципе, я думаю, что это тоже, да, во время видео и стрима. Мне запретили матьюгаться и запретили брать с собой сайгу. Да? Обидно. Да, но, тем не менее, да, ну, это ваш образ, часть вашего образа, поэтому, в принципе, да, индивидуальность так и проявляется. Ребят, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Здравствуйте, Дима. У меня такой вот вопрос по поводу вашего будущего, то есть, будущего канала. Известный нам популяризатор еще один науки, как этот Станислав Драбушевский, который сейчас, то есть, корреститесь, этот выступает больше на канале RTVI, человек разумный, он этот в последнее время начал иногда залезать в не свою иногда тему и смотрит иногда прошлые динозавры и прочее. Вы, как интересно, тоже так же будете впоследствии уже залезать в прошлое влекопитающих, как они развивались. И второй вопрос, будет ли у нас дальнейшее видео по эволюции китообразных, потому что у нас как-то где-то вы это-то... Где-то было давно, да. Да, давно прервали его и все, потом мы как-то поднимали этот вопрос там на стримах. Ну, про китообразных сразу скажу, что я же говорю, я кайнозойских животных вообще не особо сильно люблю там разбирать, потому что, ну не знаю, мне неинтересно вот эти все мамонты, какие-то индрикотерии, это все очень сильно скучно, гораздо веселее какая-нибудь там слизистая лепешка из времена Диакарского периода. Вот она вот, да, это секс прямо, это весело. У него ни рта, ни попы нету. Вот это гораздо интереснее, чем смотреть на мамонта. Ну что, ну мамонт, ну и что это такое? Я что, мамонта не видел, что ли? Я несколько муми мамонтов видел, меня этим не удивить. Гораздо веселее вот слизистая лепешка, которая ни пришей, ни пристегни, то ли ты трихоплакс, то ли ты вторична рота. Что-то такое вообще. В режиме вот этого Шварценеггера из первого хищника смотришь такой, кто ты? Вот, и ждешь, пока оно взорвется. Это гораздо веселее, потому что, ну это действительно та самая инопланетная жизнь, которая сейчас не существует и потомков не оставила. Это весело. Там всякие Дикенсони, Чарни, Спригины и остальные там Йорги, то есть это прикольно про них рассказывать. Может, когда-нибудь наконец-то я соберу всю информацию, которая сейчас есть, и вот видосы по этой анатомии разберем. Так что, очень маловероятно, что я буду разбирать эволюцию китообразных после появления, соответственно, зубатых и усатых китов, потому что, ну вот после олигоценного вымирания, соответственно. Потому что, ну как бы, а с одной стороны, как бы весело посмотреть, там амбулацеты, пакицеты, да, это весело, потому что киты как бы парнокопытные, животные, да, это обычная корова, которая под водой плавает, например, хищная корова, в принципе, для этого нормально, потому что копытные это хищники изначально, как бы до сих пор тоже большинство из них достаточно любители мяса покушать. Вот, и просто было интересно посмотреть на то, как, соответственно, вот эти вот копытные, да, постепенно перешли в водную среду, да, вот там начать с раэлит, потом пакицеты, амбулацеты, там ремингтоноцеты, добраться, да, любимого всеми базилозавра, который даже ни завр, ни черта, он обычный мникопитающий, ну, правда, во времена, когда его обнаружили, беднягу обозвали завром, потому что тогда были известны морские мезозойские ящеры, это прикольно, кстати говоря, один из позвонков базилозавра использовали как табуретку, не знали, что это вообще позвонок, на самом деле думали, что это просто окаменевшее дерево, кусок, пенек какой-то, сидели на пеньке, оказалось, что это позвонок древнего кита, вот, это было интересно разобрать, просто потому что, ну, они как бы, да, реально не похожи ни на что, а вот говорить про мамонта, для меня такое ощущение, как будто я про какого-то слоника рассказываю, это скучно, вот буквально, тоже вот в смеси с первым и со вторым вопросом, у меня есть выступление, типа лекции, где я рассказываю про эволюцию млекопитающих, то есть от, соответственно, позднепермских тереодонтов, то есть появление там терапсид, ой, терапсид, нет, не терапсид, да, по-моему, господи, заклинило уже, но в вашей главе очень много знаний, поэтому тут можно. Да, 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 и до появления, соответственно, тереев, то есть зверей, потому что млекопитающие и звери, это разные вещи, они не соотносятся друг с другом никак, вот, я рассказываю, значит, появление первых цинодонтий в конце пермского периода, потом, соответственно, мезозои, там, триасовый появление первых млекопитающих, там, появление дефеодонтий, появление гетеродонтного зубного ряда, там, появление, там, первых, там, групп всяких-то, докодонтов, третилодонтов и так далее, и как только появляются тереи, я такой, фигак, все, дальше я не лезу, потому что мне сами по себе тереи неинтересны, млекопитающие прогрессивные, то есть мне интересно то, что, как бы, чего сейчас нет, на что сейчас мы не можем посмотреть, вот, в случае динозавров, например, то же самое, например, мне нравятся, например, циратозавроидные динозавры, там, обелизавры нравятся, то есть, а вот если, например, говорить про рапторов, да, ну, как велосорапторы всякие, диенонии, хидромиозавры, троодонтиды, это не так интересно, потому что птицы сейчас есть и так, то есть, ну, пернатую какую-нибудь хрень с хвостом, я могу и, в принципе, во дворе увидеть. Велоцираптор, он, по сути, с виду-то ничем не будет от обычной птицы отличаться. То есть такая же мелкая хреновина, только зубы с губами есть на морде. Все. Он больше ничем не отличается. Такие же перья, такие же крылья, такие же когти. Он ничем абсолютно не будет выделяться на фоне любой другой обычной птицы. Да, если мы там его по костям разберем, мы там поймем, что анатомические отличия у него серьезные, но чисто фенотипически, он как бы не вызывает во мне какого-то такого, я такого никогда не видел. Какой-нибудь Ютиранус, такой чувак, стоит два с половиной метра в высоту, там животное, которое весит две с половиной тонны, длиной метров одиннадцать, у которого три слоя перьев. И которое жило в северо-восточном Китае, переживая зимы по минус пятнадцать. Вот это, да, это весело, такого я нигде не видел. Поэтому очень часто я как бы стараюсь залезть в всякую древность, того, чего сейчас нет. Так что гораздо веселее рассказать про то, чего нет, чего не с чем сравнить, с чем, ну, древний вымерший носорог. Очень интересно, как бы, ну, носорог, да, ну, просто древний вымерший. Он ел ту же самую траву и так далее. Вот, а вот про меловую коноплю рассказать, это весело. Вот. Рассказывать про то, как хвойные появились, там, гинга и так далее, да зачем? Лучше рассказать про гимноспермы, например, дивонские, первые древние древесные растения. Вот можете представить себе, дерево высотой метров 20-30, но у него даже семечек нету, оно с порами размножается, как папоротник. Вот. Или, как он, я прикалывался, первые леса, эти, ну, первые растения, там, в раннем селуре выползают всякие ринеофиты, куксонии. Это, по сути, просто ствол, который дихотомически делится, и на конце, соответственно, половой орган. Вот. И ты можешь ходить и, соответственно, этот лес пинать. Вот. И пинание, сами знаете, чего получается. Вот такие вот у меня лекции. Вот это, так вот я и говорю, про это интересно рассказывать, потому что это первые сосудистые растения. Это животные, которые вышли на сушу, где до них были только вот грибы семиметровые, сами знаете, в форме чего. И, соответственно, песочек, вот, и прилив с трилобитами, которые подъедают весь мусор. Вот. Это интересно рассказать, потому что чуваки впервые вылезают на полумертвую планету, на сушу, и пытаются захватить, и всякие такие жизненные формы стрёмные делают. Это всё весело смотреть, рассказывать. Про древнего вымершего носорога чего-то как-то нет. Ну, и то, что интересно вам, и по факту эти людям интересно, потому что повторять заезженную информацию в 101-й раз, как бы, да? Ну, да, на самом деле, потому что про мамонтов тоже много чего рассказывают. А там про мамонтов тоже много-то чего и не расскажешь, потому что у них там самые весёлые факты про мамонтов. Это половина того, что вы возьмёте буквально от слона, вот, добавите немножко шерсти, и то половина видов мамонтов были без шерсти, например, колорадский мамонт. Да, да, и ещё прикол в том, что мамонты были современниками египетских пирамид. Всё, это вот, всё веселье. Вот первые пирамиды строили, на острове Шпицберген жили последние мамонты, которые вымирали от генетического вырождения. Всё, это всё, что можно интересного рассказать про мамонтов, чего бы вы не узнали, спросив это у слона. Вот. Поэтому мне ещё веселее кажутся все вот эти вот сверхзадачи по поводу «Давайте клонируем мамонта». А на кой чёрт он сдался? Так биома такого нету, где этот мамонт будет жить. Всё, пипец. Таких мест уже нету, они все вымерли вместе с мамонтами. Почему мамонты вымерли? Не потому, что их люди там затыркали. Люди мамонтов-то не особо как-то ели, если честно. А вот то, что у них просто биом кончился, где они могли существовать, ледник ушёл. Подождите 50 тысяч лет, новая ледниковая эпоха начнётся. Вот до сюда ледники как раз будут доходить по полтора километра каждый. Если мы, конечно, планету раньше не уничтожим, да? И, соответственно, ситуация получается именно такая, что зачем повторяться? Можете вон за Тевахиной старые программы «Диалогия животных» посмотреть, вы прекрасно всё узнаете. Вы так очень интересно рассказываете? Я прямо эти ледники представил 50 тысяч лет. Я на самом деле один раз ледники настоящие видел. Это такая эпическая вещь на самом деле. Стремненько, особенно когда они падают. Они, во-первых, гудят постоянно, когда они вместо таяния приходят, они гудят, шумят. Видите, как на Байкале, когда ходишь по поверхности, лёд-то ведь тоже петь начинает. И ледник тоже так же поёт, когда тает, всё это ещё обваливается. Рядом тоже плавать нельзя, иначе просто утонешь вместе со своей лодочкой, потому что ты на своём огромном корабле метров 50 в длину и ледник, который высотой метров 200, вот он отколется, и тебя просто воздухом сдует. Эпичненько. А тут полтора километра ледник. Классно. Так что это, возможно, как-то ещё относительно весело, хотя, опять же, ледниковый период, ко-ко-ко, но вообще-то в первой половине пермского периода леденение ещё мощнее было. Наши синопсидные предки в то время ещё более весёлую вещь пережили, чем то, что переживали мамонты. Ну, правда, тогда и население на суше было меньше, чем сейчас. Но это уже мелочи. Отлично, спасибо. Ребята, ещё вопросы? Пожалуйста. Дмитрий, как вы всё это в голове удерживаете? Вопрос про мамонта. Вчера буквально смотрел видос очень популярного блогера с более 15 миллионов подписчиков на своём канале. Он в своём видео для себя открыл поедание, ну вот про мамонтов, опять же, поедание мяса мамонтов в 2023 году. Реальность или, ну, просто вымысел, фейк, обман? Ну, чувачи-чички, которые экспедиции всякие полярные организовывали, мамонтов ели, но не от хорошей жизни. В 2023 году, да. Сейчас ещё и клонировали мясо мамонтовское. То есть это теоретически возможно. Ну, там не то, что клонировали, там просто очень сильно похоже на мясо мамонтов. Ну, то есть вытащили, получается, ну, реально ногу, на которой волосяной покров, соскальбили, получается, скальп, и вот это вот варили в воде, потом ели. Ну, мясо мамонтов ели. Я знаю, что лет 150 назад точно ели, потому что описывали это мясо, но оно в любом случае, это мясо очень жёсткое. То есть реально вообще это сейчас, спустя многие миллионы лет? Ну, сейчас, на самом деле, уже большинство замёрзших мамонтов очень сильно растаивает, они уже гниют постепенно. Спасибо. Так что что поделать? Ну, как бы сейчас всё это очень сильно тает. Потому что 150 лет назад льды были как-то поактивнее, чем сейчас. Спасибо за ответ. 150 лет назад ели мамонтов, это было... Ну, это прям задокументировано. То есть путешественники прямо описывали, это что называется, пищевые характеристики. Да не только мамонтов ели, волчар ели каких-то, белок ели. То есть это такая тема. Да, чего удивляться, я когда в армии служил, нас отправили на склад. Мы там, короче, говяжьи ноги таскали. На них были штампы 72-го года. Вот, 72-го. Так что я тоже мамонтов ел. Более того, так как я родом из военного городка, я ел котлеты из лося. Ну, это как из дикого лося. Но прикол в том, что этот лось был подстрелен, логично, да, но он был подстрелен из противотанковой винтовки. Осколочным снарядом. То есть калибром 4,5. То есть это, по сути, как из БТРа, с КПВТ садишься и вот на расстоянии 2,5 километра просто пффф. И потом на БТРе чуваки ехали лося забирали. В 90-е жизнь была отличная. Всем расскажу. Как котлеты на вкус? Я не помню. Но раз я живой, значит все хорошо. Хорошо. Ребята, еще какие-то вопросы? Здравствуйте, Дмитрий. У меня больше вопрос скорее к вашей личности. Вот ютубер, ютубер это ваша единственная профессия или вы еще кем-то работаете? Ну, работал раньше. Так-то я хирург-онколог по образованию. Ага. А получается... Помогает, если говоря, на ютубе, потому что знание физиологии, знание анатомии, знание биологии, знание биохимии, знание органической коллоидной химии и так далее, неорганической химии, физики, то, что в меде преподается, это очень важно в палеонтологии, потому что современная палеонтология это далеко не то, что ты сидишь, кости изучаешь. То есть там всякие радиоизотопные методы, КТ, МРТ, всякие там микрорентгеноскопии, куча всяких химических анализов, куча физических анализов, а еще генетика сверху накладывается, так что хоть в чем-то медицина оказалась полезна. Хорошо, получается, вы ютубер. Тогда у меня такой вопрос. Вот сейчас в связи с ситуацией в России на ютубе упрали как бы монетизацию. Тогда как вы получаете, собственно, доход? И собираетесь ли вы перейти на какой-нибудь рутуб или подобные аналоги? Ну, на рутуб я пока переходить не собираюсь. Это мусорка, если честно, дикая. Потому что у них, во-первых, у них модерация. То есть я не люблю модерацию. Я думаю, мои ролики модерацию вряд ли будут проходить нормально, потому что, ну не знаю, там даже у таких, что называется, коммунистов, в кавычках, как Стас Васильев, ролики не проходили модерацию или проходили их несколько дней. Ну а что такое? Что такое выложил ролик, и у тебя его будут модерировать два дня? Это ж смерть. Я понимаю, конечно, что мне, как человеку, который, в принципе, по большей части ориентируется на эволюционную биологию и палеонтологию, а на актуальность ориентироваться тупо. Я уже опоздал на полмиллиарда лет. Но, блин, как бы бывают же вещи, когда нужно ролик быстро выложить, или, например, вот просто пятая точка горит, я хочу прямо сейчас, потому что я сейчас хочу уйти в запой, и я не хочу потом, соответственно, сидеть и глаза в кучу, значит, соответственно, там кнопки прожимать о том, что наконец-то мой ролик опубликовать хотят. Потом сидеть еще, соответственно, комментарии читать, лайки все эти ставить. Нет, никаких Рутубов. В ВКонтакте мне дали монетизацию для видосов. То есть, так уж... 6 рублей за месяц. Очень мало, конечно. А с Ютуба вы что-то получаете или нет? Это скорее больше сейчас как хобби. С Ютуба, но там, на самом деле, монетизация не особо большая. Она, в принципе, вообще никогда не была большой. То есть, у меня, например, рекорд. У меня было, по-моему, там по 4 миллиона просмотров за месяц. Это был рекорд. 118 тысяч рублей получилось. Был бы я в США, у меня было почти бы 8 тысяч долларов. Я, причем, с них, скорее всего, практически налогов бы не заплатил. Но так как я живу в России, и 118 тысяч ко мне дошло где-то 90. Все. То есть... А проблема в том, что я на донатах больше получу. Не знаю, может, он лифанс открыть наконец-то. Что-то такое, короче. Поддерживаю. Да, что-то типа такого. Буду там через знакомых украинцев выводить. Что-то типа такого. Но, опять же, я просто не вижу особо сильных альтернатив. А так, самый такой простой способ получать деньги, это, конечно, у тех, кто за тебя болеет. Бусти, Патреон и стримы. Потому что на стримах, в принципе, люди чаще всего как раз-таки поддерживают. Сидят, кидают деньги в монитор и спрашивают страшные вопросы. Никто не против на самом деле. Потому что люди любят активное общение. А так, монетизацию сейчас, на самом деле, по-человечески я даже не знаю, где собрать. Я, на самом деле, на монетизацию уже практически и забил, если честно. Я сейчас в дзене практически ничего не пощу. Хотя, вот, например, с дзена как раз-таки можно собирать более-менее деньги, если его раскрутить. То есть, например, есть у меня знакомые блогеры, которые частично контент переносят в дзен. Не то чтобы видеоконтент, но в виде статей. И там, в принципе, люди могут и 15, и 25, и 30, и 40 тысяч в месяц получать. Ну, соответственно, ты его как-то на самозанятость выводишь, 6% налога платишь, все, и у тебя деньги остаются. Это даже лучше, чем ютуб. Но в дзене еще нужно попасть в рекомендации. Так-то это тоже сложно. Потому что у них как-то очень странно, рекомендательная лента работает. А так, самый простой вариант, да, это вот стримы. Хорошо, спасибо. Было бы что сказать, на самом деле, просто опять же. Вот это вот очень важный вопрос, потому что вы, наверное, можете говорить на любую тему. Ну, актуализировать себя достаточно просто, потому что всегда есть новостные порталы, всегда есть ручки для того, чтобы в Гугле найти. Я, в принципе, часто просто сам новости по астробиологии, по палеонтологии, по экологии, по эволюционной биологии сам мониторю. Заодно, как бы, еще тоже прикол, потому что, мало того, что ты просто сами по себе новости узнаешь, можно еще узнать, например, о новых методиках в исследованиях. Вот, например, вот буквально была новость про троодонтит, то, что у них скорлупа там формировалась при высоких температурах, ну, и, соответственно, ну, скорлупа у яиц, и, соответственно, там, что тело активного троодона, там, около 40 градусов имело температуру. Ну, как бы, мы это и так знаем, что это, как бы, птичка практически, по сути, только с зубами. Ну, вот, но там, соответственно, использовался метод, который называется по-русски переводом «слипшиеся изотопы», когда сравнивают разницу в содержании двух, ну, короче, по сути, жгут породу и сравнивают в сожженной породе содержание СО2, который собран из изотопа углерода 12 и изотопа кислорода 16, с СО2, который собран полностью из изотопа кислорода, по-моему, 17 и изотопа углерода 13. Вот их вдвоем сравнивают и, соответственно, получают температурную разницу, при которой формировался карбонат, который формировал, соответственно, скорлупу яиц. В том числе этот метод, кстати говоря, используется еще и для палеоклиматологии, буквально ракушки двустворок изучают по этой теме, потому что ракушка двустворки, она же по температуре будет равна температуре окружающей среды, соответственно, можно температуру воды узнать хоть сколько миллиардов лет назад эта ракушка была, ты все равно узнаешь, при какой температуре карбонат этой ракушки формировался. Я раньше-то знал про такой изотопный метод, просто я не знал, что есть изотопный метод, который полностью послепшим изотопом делается. А где вы эту информацию берете? Это какие-то международные журналы? Журналы, сайты, там типа Science Direct, там физорга, можно просто вручную внутри какого-нибудь Nature копаться, или на Research Gate завести себе аккаунты, там следить, можно еще, в принципе, пожесть это и у палеонтологов знакомых спросить, если честно. Хотя очень часто бывает, когда я с Кучесу какую-нибудь скидываю бумагу, он такой, о, я такого даже не видел еще. Да, есть такая ситуация. Потому что в отличие от него, я просыпаюсь, соответственно, пока там продираюсь, все такое проще, а у него там куча бумаг, преподавание там, соответственно, детям, не детям, потому что там дети бывают еще постарше меня, и у него есть чем заняться, кроме чтения охренительных новостных статей и про яйца тарадонов. Вот. Поэтому иногда получается, что даже я ему еще что-нибудь присылаю. Классно. Классно. Ребята, еще вопросы? Здравствуйте, Дмитрий. Больший вопрос к вашему контенту. Вы в начале выступления сказали, что больше вкладываетесь именно в звуковую часть своих роликов, но вы не думаете, что если бы это еще были вложения именно в визуальную часть, в монтаж и так далее, вы бы привлекли больше аудитории, возможно, брали бы больше подписчиков, и как раз таки наукой стало бы интересоваться большое количество людей, чем сейчас, например. Ну, от того, что у меня будет много подписчиков, наукой не станет больше людей интересоваться. То есть нет, визуальная часть определенная у меня есть, то есть там всякие графики, иллюстрации и так далее. Но просто есть темы, когда просто нечего приложить. То есть когда ты обсуждаешь какую-нибудь тему там на уровне, не знаю, какой-нибудь философии Канта, да, где, ну, что я могу? Что там, скриншоты какого-нибудь этого, даже не знаю, их книг, например, да, или, например, я буду обсуждать там научную философию, или я буду, например, обсуждать, там, не знаю, элементы какие-нибудь там, элементы какой-нибудь генетики, эпигенетики. А так, да, иногда приходится очень сильно долго копаться в поисках референсов, картинок. Очень мало, на самом деле, человеческих реконструкций в интернете. Это, кстати, тоже проблема, потому что очень часто, когда ты, ну, что про какое-нибудь редкое животное, например, упоминаешь, там, не знаю, да, буквально про идиокарскую биоту, например. Нормальных реконструкций этой идиокарской биоты очень мало. И большинство хороших картинок, они уже тысячу раз все использованы, всеми, кто не лень, ну, кто пытался про эту идиокарскую биоту делать. С этим тоже проблема, на самом деле. То есть, например, если хочешь какую-нибудь хорошую реконструкцию мегараптора, какого-нибудь, так их там полтора-полторы картинки на весь интернет. Ну, вот. То есть, вот, да и буквально даже вот в наш московский палеонтологический университет зайди, там лежит коготь мегараптора. Вот проблема в том, что они его назвали драмиазовридом в 70-е годы, но проблема в том, что мегараптор – это ни черта не драмиазоврид, это аллозавроид. И коготь у него не на задней ноге, а на передней. Вот. И, соответственно, у них уже 50 лет эта бумажка неисправлена. И прикол в том, что куча старых, древних, неправильных, кривых, плохо нарисованных реконструкций. Иногда просто нечего добавить. Бывает, картинка может, там, не знаю, полторы минуты на экране висеть. Поэтому, если есть возможность у меня просто говорильный видос сделать, где особо я не буду касаться каких-то вещей, в которых не нужны иллюстрации, я просто какой-нибудь геймплей на фоне запишу и буду обсуждать тему. Ну, да, как бы, если чего-то конкретного надо касаться, да, там, про какое-то конкретное животное, то, ну, придется искать, да, я понимаю. Но в целом просто проблема в том, что большинство людей ролики, конечно, сейчас слушают. Вот. И еще момент привлечения чисто на звуковой ряд, на какую-то двигающуюся инфографику. Зачастую это стоит, во-первых, денег, во-вторых, зачастую привлекает людей с относительно таким полуклиповым мышлением, которые на канале, в общем-то, не то, чтобы, не суть, как сильно задержатся. Вот. То есть они мне как бы не особо нужны, и проблема в том, что я не спрямлюсь за большим количеством подписчиков, оно мне не нужно. То есть зачастую люди оседают на канале, которые именно темой интересуются. Потому что я, например, не собираюсь никому ничего доказывать, я не собираюсь спорить про эволюцию. То есть как бы от того, что я буду там, значит, от того, что кто-то не верит, например, в эволюционный процесс, эволюция от этого никуда не денется. Потому что на рандомного человека эволюция по барабану. Эволюция – это просто процесс, как горение. Горение может как-то обидеться на то, что ты не веришь в то, что горение существует. Я вот не верю в горение. Но ведь бумага от этого гореть не перестанет. Как бы окей. Так же и с эволюцией. То есть я не собираюсь там устраивать срачи, спорить, там устраивать крестовые походы и так далее. Поэтому большое количество подписчиков с собиранием там армии науковеров меня не особо не интересует. А ну и не нужно. Потому что для интернет-срачей, во-первых, сейчас уже и время не то. Это во времена, когда еще Ларин был популярен. Тогда это было модно. А сейчас просто сосредоточен именно на том, что я сам делаю. И то сам по себе YouTube это тоже вещь такая в себе. Это же не цель. YouTube это просто одна из ступеней. Я сейчас перешел по большей части на оффлайн выступления. Вот сейчас вот просто позвали, да, это ладно как бы. А так я выступаю вживую по разным темам. Уже года полтора катаюсь. Может, наконец-то книгу допишу когда-нибудь. Вот, когда можно будет нормально сесть. Так что с кем-то там воевать, какие-то там большие числа набирать, просмотры большие, они тоже меня не особо интересуют. Потому что было у меня 4 миллиона просмотров, я вот только что говорил, за месяц. Много ли я на этом заработал? Много ли людей, которые эти 4 миллиона просмотров обеспечили, остались на канале? Темпы роста канала не изменились, кстати говоря. От того, что у меня много людей посмотрели. Потому что большинство людей посмотрят, запомнят пару фактов. Ага-га, круто. И исчезнут. А абсолютное большинство людей, которые мой канал посмотрят, они просто ни черта не поймут. Потому что, чтобы его смотреть, большинство видосов, ну, надо как-то минимальный бэкграунд иметь. То есть, как бы, вот, минимально. Потому что в комментах я тоже очень тщательно вижу, что люди просто сидят, не понимают. А на черт ты сюда пришел-то, если ты не понимаешь? Я не собираюсь тебя ничему учить. Ты приходишь в 5 класс, да? Ты знаешь таблицу, это умножение, да? Ты приходишь на канал по палеонтологии и жалуешься, что ни черта не понимаешь, чем отличаются диапсиды от синапсид. Ты, может, в школе не учился. И на кой черт ты мне нужен на канале? И прикол в том, что я ему так и отвечу. Потому что люди-то думают, что их автор канала научно-популярного не может нахрен послать. Может. Вот. Несколько раз может. Всех. Неважно, что у тебя там дядя в ФСБ работает. Вот. Мне абсолютно по барабану. Так что... Не особо-то я парюсь от того, что у меня там просмотры небольшие. Они будут больше через некоторое время. Спасибо. Спасибо большое. Еще был вопрос. Мне просто не дает покоя такой вопрос. Вы сказали, что с детства увлекались палеонтологией. А почему вы хирург-онколог, да, в итоге по образованию? А потому что не надо родителей слушать. Вообще, в принципе, родителей слушать нельзя, когда выбираешь профессию, по которой тебе надо учиться. Но, с одной стороны, полезно, как бы, да, что, типа, поступил на врача, поэтому, как бы, в принципе, там комплексно получается. Ты и физиологию затрагиваешь, и анатомию, там, во всех ипостасях. Не только просто кости, но и мышцы, нервы, там, и так далее. Это вся эта ангиология, миология, там, органы и то, как они болеют. В том числе не просто физиология, но и патфизиология, не просто анатомия, но и патанатомия, гистология и так далее. Поэтому, когда какую-то научную работу разбираешь, не знаю, там, вот, была, 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 позапрошлом или в прошлом году, публикация про то, что нашли ДНК в хрящевых клетках, в хондроцитах, в затылочной кости гиппокрозавра молодого. Это такой утконосый динозавр из Китая. Вот, то есть нашли, сделали срез, покрасили разными, там, методами иммуногистохимии. Вот, и, соответственно, обнаружили, там, следы нуклеиновых кислот. То есть и то, что я, как бы, знаю, что такое иммуногистохимия, я это делал, я и делал гистологические срезы, я знаю, как это производится. То есть все, от начала до конца. Мы у мышей рак печени вызывали, например, и потом срезы печенью, их печенюшек делали. Соответственно, радовались жизни таким вот способом. Поэтому я, как бы, все узнал, как это работает. Ты сидишь, научную работу читаешь, и как будто просто свой стандартный научный отчет для препода пишешь, вот про этих мышек или крысок, у которых там в печени рак вызван. Только тут гиппокрозавр. Вот это какая-то польза есть. Возможно, как бы, повезло. С другой стороны, возможно, если бы я на палеонтолога бы выучился, я, возможно, канал-то и не начал. Я бы сейчас бы, ну как, не сейчас, но через месяц куда-нибудь он в Благовещенск бы укатился бы, на кладбище динозавров, там, как раз обнаружили около десятка утонувших гадрозавров. Они утонули в начале Маастрихта, это конец мелового периода, во время потопа. Там их выкапывают, бедняжек. Вместо Ютуба занимался бы этим. Не знаю, что полезнее. Не знаю, что полезнее. В любом случае, ваше медицинское образование вам помогает. Да, но опять же, вот в случае, конечно, того, куда идти, родители слушат, это максимально дебильная идея. Потому что это просто, надо людей по ногам, по голове берцами охреначить, если по настоянию родителей куда-то пошли. Это максимально тупо. Так нельзя действовать вообще ни в коем случае. Потому что тебе жить, а не родителям. И, соответственно, своим детям тоже вдалбливать свое мнение тоже вредно. Ну, на самом деле, мне-то повезло. Я как школу закончил, переехал в Новгород учиться в универе, я дома, по сути, уже и не бывал. То есть, не приближайтесь ко мне, товарищ мама. Я буду в гости только летом приезжать. По сути, только после армии у меня самое долгое было, что я месяц дома посидел, потом быстренько свалил, потому что понял, что опять начинается что-то не нравится. Я просто исхожу всегда из такой логики, что я прав. То есть, и все, как бы, не важно даже, что я не прав. Главное, что я прав. То есть, мне, на самом деле, глубоко по барабану будет вообще на абсолютно любое чужое мнение. И это правильно. Потому что, ну, как бы, я центр вселенной. Все. По крайней мере, гравитационный. И ситуация, как бы, сложится так, что, ну, раз ты что-то выполнил, значит, ты сам виноват. Ну, вот, и не надо будет потом, соответственно, винить кого-то. Согласна. Это был твой выбор. Переложить уже вину не надо. Да, поэтому, как бы, если какие-то обломы будут, это уже все. Это ты сам все натворил. Это ты дурачок. Ну, и, как бы, в принципе, просто поколение родителей вот этого всех 60-х годов, оно просто любит за детьми очень сильно ухаживать, поэтому это, конечно, очень сильно заколебывает. Вот. А так, ну, мне, видимо, повезло одновременно с моим невезением, что послушался. И образование вроде как получил, и знание, потому что, ну, медицинский университет, медицинские факультеты – это все-таки вещь такая комплексная в себе. Потому что если бы я поступил на биофак, да, возможно, бы я биологию прокачал бы лучше, но, к примеру, у нас в мединституте было, ну, например, анатомии у нас было четыре разных на протяжении шести лет. У нас было пять химий разных с первого курса по четвертый. Пять разных химий. Физиологии были три тоже разных типа физиологии, от нормальной до патологической. Вот. Хотя, конечно, есть и минусы. Можно на кушевство и гинекологию попасть на практику. Вот. Народы, например, вот как, что называется, я люблю шутить, что на родах я был дважды. Один раз вот, когда на практике был, и один раз это были мои роды. И, соответственно, больше я не хочу. Мне женщин жалко. Скажите, пожалуйста, а вот… Хотя, опять же, это опыт. Естественно. Потом можно поделиться с подписчиками, что типа сидишь, они с такими глазами на тебя смотрят. Чувак сидит дома на попе ровно вообще несколько лет, и у него такие охренительные истории. Дмитрий, вы говорите, что родителей слушать не надо. Ну, согласитесь, те книги, которые 6-7 лет пришли к вам, доразгостоящие, это было, наверное, из рук родителей, собственно говоря. Ну, да, с моими намеками. Своими намеками. То есть родители в этом плане не… Я думаю, они даже не понимали, что они мне дарят. Да. То есть они не понимали, какую ошибку совершили. Да. Но при этом они, так скажем, ваши просьбы, тем не менее, исполняли. И, наверное… Не особо. Да? Ну, в каких-то случаях, да. Поэтому, наверное, их роль вот в том, что эта информация, которую вы делитесь сегодня, она же закладывается десятилетиями, она же там откладывается, да, на таком уровне… Ну, на самом деле, то, чем я сейчас занимаюсь, это, по сути, уже элемент моего личного такого более взрослого сознания. Да, это… Которое случилось уже после университета, после того, как я украл у саентологов компьютер и так далее. То есть это было уже конец десятых годов. Это уже было… То есть я уже все, да, и переехать успел. То есть поэкспериментировал над своей жизнью нормально уже. Что только я не успел за это время бросить. Вот, недавно пить бросил. Все такие, все подписчики такие, еще такие, блин, теперь трэш-стримов в Дискорде не будет. Как вы думаете, от этого просмотра уменьшится? Да, ну, нет, я же и так поехавший, какая разница? Кстати, название ваше долго мы выбирали у порты? На самом деле была просто идея, что, типа, там даже не название изначально-то была проблема. Я просто хотел, типа, какую-то картинку выбрать. Какую картинку, какую картинку, я не знаю. У меня сейчас просто арбузозавр стоит на аватарке, зелененький. Он модифицированный несколько раз. Вот я этого арбузозавра нашел по… по-моему, insane dinosaurs, что-то такое вот в гугле. То ли crazy, то ли insane. Вот, я его нашел. Ну, пусть будет сумасшедший, сумасшедший неинтересный. Хотя сумасшедший это у нас Зудин, по-моему, так назвал свой канал, да? Есть такой, короче, чувак, еще более алкаш, чем я, в свое время был. Вот, он все жаловался, что это я у него название угнал. Хотя я про него даже не знал, пока у меня там 10 тысяч человек не появилось. Ну, и там этот очень прикольный такой паблик со своими этими криптидами и всякой своей криптозоологией. В общем, каких только фриков в интернете не бывает, если честно. Вот, и по сути, такой думаю, ну, сумасшедший неинтересный, упор от и веселее. Заодно еще никто не будет слишком серьезно относиться. Потому что к науке вообще слишком серьезно относиться нельзя. Есть, я же опять же говорю, есть такая категория людей, которые вот про науку должны рассказывать, рассказывать только ученые. Проблема в том, что я-то про науку ни черта не рассказываю. Я просто рандом из интернета, который имеет биологическое образование за счет медуниверситета, который понимает, как эту всю информацию вместе сложить, рассказать и показать. И все, и еще немножко в фильме ремонтировать научился. Дурочку еще дали микрофон в зубы, чтобы говорить мог. Все, то есть я на себя ничего не беру. То есть я, например, не снизу такое, что типа, ой, у меня там 250 тысяч подписчиков. И все, палеонтология, элита, спецназа, все, там не знаю. Я могу похвалиться, что я в Т-72 на месте наводчика ездил. И с тепловизионного прицела цель поразил на 2,8 километра. Вот это интересно. Вот это интересно. А то, что у меня на Ютубе 250 тысяч подписчиков, это счастливое стечение обстоятельств, которым особо хвалиться не надо. Просто получилось так, что в какой-то момент я просто увидел, что контента как такового сложного или относительно такого среднеуровневого по теме эволюции на Ютубе мало. То есть он либо вообще какой-то там скучные лекции с московского или питерского универа, на которых там 2-3 просмотра и ни одного коммента. Либо наоборот, типа какие-нибудь Яны Топлицы бегают, которые вообще, которые там даже по сути, ну просто говорящая голова, которая даже контент сама по себе не делает, но гонора много. Вот, как бы, ну давайте зайдем в среднюю нишу. Вот, и я туда втиснулся. Вот, а за это время я еще и разжиреть успел, поэтому теперь уже не вытащить, потому что вход гораздо более узкий. Придется расширять территорию. Теперь уже не выгнать, да. Я как этот, как Нургл этот из Вархаммера, примерно так же сел и сижу в своих садах. Мне тут уже никакой раба Джелеман выбить не сможет. Отлично. Ну это и правильно, то есть я, опять же, я говорю, к своей позиции не отношусь к чему-то такому суперскому. Ну, просто сидим, упарываемся и все, это правильно. Ну классное название, мне очень нравится, потому что слово сумасшедший, да, я вам одечку налью. Слово сумасшедший, ухаживаю за вами, пока вы отвечаете на вопрос. А я, она открыта уже. Отлично, хотел стаканчик, ну ладно. Смотрите, получается, что название у вас на самом деле, да, мне тоже очень нравится, я как филолог оценила его, потому что слово сумасшедший, оно гораздо более изъезженное, а здесь упорок и палеонтолог, и повторение звука, в общем, класс. Класс. Ребята, есть ли какие-то еще вопросы? Боятся или нечего спрашивать. Да, вот юные зрители привела сегодня своих детей, и, в принципе, хотелось бы тоже от самых юных наших слушателей услышать вопрос, пожалуйста. У меня есть такой вопрос, то, что какое у вас видео набрало, вот, есть у вас 4 миллиона, да, просмотров, а еще какие-то видео? Да, это 4, это, в смысле, за месяц весь канал набрал, вот, просто рекорд. Да. Там видосы, которые выстрелили на 600 тысяч, какой-то, там про мазазавров что-то было. Вот, и там суммарно все видосы за месяц 4 миллиона, как вот, было один раз набрали. Ну, я, как и говорю, денег я на этом немного заработал. Дмитрий, а любимое у вас видео есть? Ты о чем хочешь спросить? Ну, какое-то про ваше хобби. Любимое, может быть, видео, да? Хобби, в смысле хобби. Еще чем-то, чем Дмитрий занимается, кроме... Про что вы любите рассказывать, про маленьких, про больших? А, про маленьких, больших, чем я люблю. Так я говорю, на самом деле, если повториться, то самое веселое, это рассказывать про то, чему нету аналогов в современном мире. То есть, я опять же вот говорю, про мамонтов, конечно, все такие интересно могут рассказывать, да? Про тираннозавров, там уже и так видосов всяких дофига. А, например, про животных, которым сейчас нету каких-то аналогов, внятных. Вот, например, там видосы, вот я хочу сделать вообще отдельный видос про динокорид. Это такая группа ранних артропод. Даже, я бы сказал, панортропод, которая ближе к современным бархатным червям. Это первые настоящие относительно хищные животные на нашей планете после Кембрийского взрыва. То есть, они, по большей части, в толще воды плавали. Пока что касался только темы аномалокариса. И, как бы, который переводится как странная аномальная креветка, кстати говоря, у него название. Аномалокарис. Про них было интересно рассказать, потому что сейчас, в наше время, членостоногие, ну, это унылые такие какашечки, которые ничего из себя не представляют. Да, на них завязано очень много биоцинозов. Но, в целом, они не являются в этих биоцинозах высшими существами. А в те времена эти чувачки наших рыбных предков очень сильно даже довлели. Нас только довлели, что это вот только до начала, по-моему, силурийского периода так и продолжалось. Почти 100 миллионов лет. Вот про это интересно рассказывать. Про это я люблю рассказывать, да. Про то, чего сейчас уже нету. Вы выбираете уникальную тему для своих выступлений, чтобы не было... Про сами выступления у меня немножко по-другому. У меня есть, например, про проведение динозавров. То есть, как они себя вели, там, социальные группы, совместная охота, брачные танцы, уход за детенышами, там, как они гнезда строили, там, как они, там, копали подземные города и так далее. То есть, это все есть у них, это все обнаружено, исследовано. В том числе, там, поведение, связанное с брачными танцами, внешней окраской, там, и так далее. Есть рассказ просто про то, как млекопитающие вылезали, соответственно, и эволюционировали совместно с динозаврами, потому что есть мнение, что, мол, мезозойские млекопитающие – это такие вот маленькие, примитивные, загнанные в угол животные, которые ничего из себя не представляют. Тоже это балабольство адовое, потому что млекопитающие появились одновременно с динозаврами и одновременно с ними очень неплохо уживались. В том числе, очень разнообразные были и внешние, и морфологические. Причем еще даже до появления настоящих млекопитающих современного типа, если мы, например, говорим про маргунокодонов или дакодонтий. То есть темы рассказов у меня достаточно обычные. То есть я про пермскую фауну рассказывал, да, как синапсиды, соответственно, в пермском периоде стали первой наземной, крупной мегафауной и хищной, и растительноядной. Темы нормальные. Просто, опять же, если зайти на YouTube, посмотреть записи лекций, да никто про это ничего не говорит. Максимум расскажут уже, диметродон, у него парус есть. Вот, круто. И какие-то цифровые обозначения, может быть, да, вот возвращаясь к тому, что длина, ширина. Ну да, вот я нигде не видел, чтобы кто-то, например, рассказывал про строение, вот почему у диметродона, например, такое расположение медиальных этих мышц, которые закрывают, например, нижнюю челюсть. Нигде этого нет. Никто не рассказывает, например, во время про эволюцию млекопитающих, никто не рассказывает про формирование, например, двойного сустава нижнечелюстного, и почему он появился. То есть я у человека, например, спрашиваю, да, что такое млекопитающее? Вот с какого момента ты смотришь на список животных, которые там от эстриасов в меловой идут, на каком моменте ты скажешь, все, это, но появились млекопитающие? Ну, шерсть. Ну, знаешь, чувак, шерсть еще в пермском периоде была, у тарацефалов. Там теплокровность, так теплокровность тоже до млекопитающих появилась. Гетеродонтно-зубной ряд, так тоже до млекопитающих все это появилось. Живорождение, так нет, живорождение появилось у плацентарных. Нормальное млекопитающее яйца откладывает, все млекопитающие откладывают яйца. Такая очень небольшая группа млекопитающих живых рождает детенышей. Это мы, уроды, оказывается, на самом деле. Нормальное млекопитающее яйца откладывает. Ну, по крайней мере, из 120 отрядов млекопитающих только, по-моему, 14 или 12 живорождением занимаются. А оказывается, там всего лишь два варианта есть, кто на выступлениях был. Это там всего два варианта, которых ты смотришь на животное и говоришь, что это точно млекопитающее. Окклюзия маляров и нижнечелюстной сустав между максилой и чешуйчатой костью. Все. Это только у млекопитающих. Об этом никто нигде не говорит. И никто нигде не поясняет, почему это важно. А у меня есть выступление про млекопитающих, про их эволюцию. Четыре слайда, где я так вот попеременно показываю, как этот череп изменяется, формируются, как эти кости, например, нижнечелюстные уходят к нам в среднее ухо, формируя молоточек и наковальню и так далее, и тому подобное. А этого очень мало кто рассказывает, мало кто наглядно показывает. Поэтому все-таки сидят радостно и, соответственно, я ничего не понял, но сейчас переслушаю. Ну и как-то постепенно въезжают. Это гораздо лучше, чем просто набор фактов люди узнают, который про то, что сила укуса, она что же, ничего не дает? Конечно, конечно. А то, что там появляются дополнительные рычаги в среднем ухе, из-за этого изменяются частотные характеристики, соответственно, уха. И это все происходит в рамках, соответственно, формирования ранних млекопитающих, в рамках ночного бутылочного горлышка из-за очень сильного давления динозавров сверху. Ты полностью формируешь ответ. И как бы вот у человека любого сейчас спросить, почему, например, у млекопитающих только, например, два цветных пигмента в глазах находятся? Почему большинство млекопитающих? Или почему, например, до сих пор 3 четвертых всех млекопитающих это маленькие ночные животные? То есть само по себе на это ответ очень сложно найти. Но в рамках разбора эволюции этих млекопитающих на это все можно найти ответ, почему это происходит. То есть там вплоть до того, почему млекопитающие так сильно подвержены ультрафиолету до сих пор. В отличие, даже сильнее, чем какие-нибудь рыбы. Дмитрий, поражаюсь тому объему знаний, которым вы обладаете. И знаете, резюмируя ваше выступление, давайте вот если вы меня поправите, да, какие-то моменты. Во-первых, не вкладываться на начальном этапе в технику, чтобы потом мне было мучительно больно, да, если что-то пойдет не так. Да на самом деле просто покупать самое проверенное. То есть петлички, нормальная звуковая карта, которая там может максимум тысячу две рублей стоит, а то обычно и сейчас встроенные звуковухи вполне себе хорошие. А камера на первых порах даже зачастую особо и не нужна, если вы рассказываете что-то такое научно-популярное, потому что, ну, говорящей головой у вас всегда будет шанс стать. В конце концов, в какой-то момент, если все-таки у вас там будет пять тысяч подписчиков, к примеру, да, то повеление говорящей головы на пять тысяч подписчиков, это будет гораздо более знаменательное явление, чем вы сразу будете, соответственно, фейсом светить. Вот, можно будет из этого целый ивент сделать. Как из первого стрима. Я тоже, как бы, там, первый раз морду лица показал на стриме, по-моему. Ради этого просто купил камеру. Причем самое ироничное, что камеру я купил у бывшей вебкамщицы. Эта камера видела некоторые... Вот. Видимо, не удалось у нее с вебкамом, потому что на камере даже пленки не были сняты. Ну, у вас все сразу. Я говорю, вот это вот просто, вот, это постепенно накапливаются такие офигительные истории, которые, в принципе, зачастую даже сам просто не придумаешь никогда в жизни. Конечно, в жизни все гораздо интереснее, чем вот... Ну, камера, кстати, до сих пор работает, и прикол в том, что я ее даже не собираюсь менять, даже учитывая, что у меня есть деньги, там, купить какую-то дорогую, потому что, ну, мне больше не надо. Потому что я лицом не свечу. У меня вот этот вот девчачий куражочек куплен с Алиэкспресса, кругленький, за 1100 рублей. Вот. Который там светит в 6500 кельвина цветом. Все. У меня на компе видеокарта с поддержкой нейросетей, которая может, если что, шум с камеры убрать. Этого мне для стримов вот так вот хватает. До сих пор. То есть, а так вот я только деньги на звук потратил, потому что у нас был один чувак, знакомый. У него тогда была такая прикольная звуковая карта Focusrite, по-моему, 4i2. У него был Rode микрофон там за 25 тысяч. Я просто по приколу у него попросил, типа, можно попользуюсь, я сделал парочку видосов. Звук настолько хорошо прокачался, настолько хорошо люди в комментах это все оценили, настолько повысилось удержание. Я что такое, елки-палки. Теперь я знаю, что делать. Ну, я не стал на Focusrite тратиться. Я купил себе OM2 Behringer. Ну, сейчас он 4 тысячи рублей стоит. Может, микрофончик скоро куплю. Шуровский, там, тысяч за 10. То есть, обновление. Так у меня до сих пор микрофон малонка обычная, там, тысяч за 4. И, как бы, все для звука будет круто. Ну, и вот опять же, да, получается, что не столько важна техника, сколько то, что говорится в этот микрофон, и как это говорится. И мне кажется, Дмитрий, вам обязательно нужно написать книгу, и, конечно, нужно тут время выделить, но вот ваш потенциал, он должен быть реализован не только на YouTube, не только в оффлайн-лекциях, которыми вы, собственно говоря, да, в последнее время и года, соответственно, выступаете с которыми, но и мы хотим вам пожелать... Завтра буду как раз в 11.30. Я не помню уже тему. А, ну что такое динозавр? Ну, потому что, опять же, просто очень часто возникает вопрос, что динозавр, динозавр, это как бы в рамках парка южского периода, все, там страшная ящерица, которая вообще ни черта не ящерица. Так что там будет полтора часа кринжа про... Ави метаторсалей? Что? Завтра в Национальной библиотеке в 11.30. Все ждем выступления Дмитрия Соболева. А сегодня благодарим его за то, что он отозвался на нашу просьбу и выступил со своей лекцией, своими, так скажем, наработками, так как продвигать свой YouTube-канал. Желаем вам всяческих успехов во всех сферах жизнедеятельности. И спасибо вам большое. А, кстати говоря, советую еще Телеграм-канал заводить. Отличное место для щитпостинга. Отличное. Отличное место. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok